Взял такую оправочку у меня, 48х38, подходит по сальнику, она хорошо. Вот этой оправочкой сейчас его осажу. Сильно не топим, вот как он у нас, вот этот заподлицо стоит, так же этот заподлицо и ставим. Все, этот мы сальник заменили, меняем теперь второй, так же его поддеваем отверткой. Попала грязь, сейчас мы ее смоем. Все, второй сальник я тоже поставил на место. Теперь мы снимаем наш шкив коленвала, вот отсюда его видно. Он должен легко сойти. Да, он у нас легко сошел. У него своя шпонка, поэтому здесь изобретать ничего не надо. Сейчас грязи на него масло натекло, помоем его. И меняем тоже сальник коленвала. Сальник коленвала я заменил. Смыл здесь грязь, к сожалению, камера не включилась. Не показал я этот момент. Осталась у меня коробочка от сальника. Получается, сальник номер 813, 514, 700. Сальник коленвала передний. Он идет так. Размера, к сожалению, не указан. А нет, указан размер. 31,5, 42 на 7. И еще хотел показать размер, который у нас на распредвал идет. 35, 48, 7. Это на распредвалы, которые идут. Размер. Да, 35, 48, 7. Сейчас ставим на место эту крышечку верхнюю. Один. Осой дорогой. Один. Тучи. Очень много мало. Ну и затягиваем ее. Ну что, достаем наши новые шестерни. Шестерни у нас будут оригинальные, GM-овские. Номер. Сейчас посмотрим, это какая, левая или правая. А, они идут со втулками. Втулка здесь плотно сидит, а там они слетевшие. Так, это у нас правая шестерня получается. Инна Чайна. Так, это у нас правая шестерня на выпускной распредвал. Идет три пятерки, шестьдесят семь, ноль сорок восемь. Ну что, мы сразу ее тогда ставим. Также здесь, вот наметка на зубе, точка. И наживляем ее. Теперь достаем вторую шестерню. Номер ее три пятерки. Шестьдесят семь, ноль сорок девять. Так же идет она со втулкой. Втулка сидит плотно. Те то ли отломаны, то ли слетели. Почему, я не знаю. Так же смотрим. Вот она метка. И устанавливаем ее. Ну, пока приблизительно, потому что мы, когда, перед тем, как подтягивать, когда ремень оденем, мы их выровняем. Тоже наживляем ее. Примерно я их поставил. Ремкомплект мы будем использовать гейтсовский номер. Приведет его К015603ХС. Это оригинальный. Это не подделка. У подделок идет не наклейка, а у них печать идет. Качество гораздо хуже. Мелкий шрифт не читается. Он смазанный. И углы у них квадратные, а не закругленные на наклейке. А здесь закругленные. Потом, здесь вот, если открывать, оригинал клеится полосой. Тот клеится скотчем. Вот они, клеевые полосы. Это, в принципе, определить оригинал, не оригинал. Два новых болта. Обводной ролик. Он, получается, свой. Да, он свой гейтсовский с гейтсовским. Здесь натяжной ролик тот же, что мы и сняли. Литенс какой-то. Литенс, Литенс, Литенс. Вот тот же самый фирмы. Мадеин Канада. И ремень. Зуб, видите, какой. Как у оригинального. Ремень ХС идет усиленный. По зубьям он идет 146 зубьев на 24 миллиметра ширина. Берем, устанавливаем ролики. Устанавливаем обводной. И устанавливаем натяжной. Натяжной ролик, вот этим, вот он, зуб, вставляется вот в этот паз. Не промахнитесь. Иначе он не будет работать в натяжку. Помимо зуба, еще вот пружинка садится вот в этот паз. Вот если взять, так вот пружинку заводим, паз садится. Придерживаем ролик. И болт у нас должен зайти в резьбу. Вот все. Затягиваются болты, если по килограммам, ну там ньютонометрам. Обводной ролик затягивается 25 ньютонометров. Натяжной затягивается 20 ньютонометров. Сделаем как положено. Поставил 20 ньютонометров, это 2 килограмма, получается, на натяжной. Все, вот он. Ставим 25. Это на обводной. Все. Теперь накидываем ремень. Сначала надеваем на коленвал. Коленвал я выставил по метке. При натяге его держим. Программа. Программа. При натомном. Мороз. Гребен. Рецепт. Берем шестигранник и одеваем на натяжной ролик. Берем шестигранник и одеваем шестигранник. Берем, затягиваем. Я сзади пока фиксатор не снимаю. Фазорегуляторы закручиваются 68 ньютонов метров. Я их именно по этому весу и закручу по этим килограммам. Так, держим и крутим. И второй также распредвал. И тоже зажимаем. Также 68. Добавляем шестигранник. Все. Перепроверяем. Нормально. И этот проверяем. Нормально. 68 килограмм. Вернее, 68 ньютонов метров. Сзади снимаем стопор. Стопор наш нормально. Распредвалы у нас стоят четко. Теперь смотрим коленвал. Так, вот метки у нас здесь незначительное расхождение. Это допустимо. Теперь идем смотрим коленвал. Вот коленвал видно, что у нас тоже стоит по метке. Вот сейчас он четко зуб в зуб. Теперь ставим нижнюю крышку. Ставим защелку между крышками пластиковую. Все. Метки у нас стоят. Коленвал стоит четко по метке. Зубья стоят. Вот этот зуб идет чуть выше, этот зуб идет чуть ниже. По мануалу посмотрел, так оно и есть. Примерно где-то в ползуба. Здесь чуть, ну не в ползуба. Миллиметра на два где-то смещение идет. Это допустимо на этом двигателе. По-другому на ремне оно не выставляется. Фазовращатель это выбирает. До этого было расхождение. Если здесь стояло так, то на пол зуба был смещен коленвал. Закручиваем наши заглушки. Ну и подтягиваем их. Метки мы выставили, поэтому сзади мы уже можем... Фиксатор вот этот я еще контроль наставил, проверял. Снимаем его. Ставим на место вот эту крышечку. Устанавливаем нижнюю крышку. И затягиваем ее. Прокрутил вал, перепроверил метки. Все нормально. И сверху и снизу. Теперь мы устанавливаем натяжной ролик на приводной ремень. Он вот этим пазом встает в свой паз. Пазом встает. Пока еще шкив не поставили, нам просто удобнее его. Так придется немножко выводить, заводить. А без шкива его удобно ставить. Все установил. Теперь ставим на место шкив. И затягиваем его. Устанавливаем верхнюю крышку. Я, наверное, сейчас скотч подклею, чтобы она у него не резонировала. Вот, содрал. Здесь, в принципе, была старая. Содрал ее. Три новых кусочка скотча приклеил. Все, звука нет. Одеваем на место кронштейн. Ставим папу на крышку. Ставим папу на крышку. Ставим папу на крышку. Ставим папу на крышку. Ставим папу. Ставим папу на крышку. fields they Naj adhere. Берем. Ставим папу на крышку. Ставим папу на крышку. Затягиваем ее Нам здесь удобно Сейчас сверху все хорошо Видно Подушка пока не стоит Поэтому сейчас накидываем ремни Один и второй И потом уже установим подушку Ремень раскинул Раскинут у нас он таким образом Если брать с коленвала С коленвала он идет через натяжной ролик На генератор С генератора он идет на помпу С помпы на кондиционер И с кондиционера он идет на коленвал Вот такая получается Сейчас мы берем Головочку на 19 Натягиваем натяжитель И вытаскиваем наш шестигранник Который мы Фиксировали его Все, отпустил его Теперь одеваем Маленький ремешок Заводим его сначала на помпу Позже, чтобы ровно сел А потом начинаем Прокручивать Прокручивать Внизу только его Поправляем, чтобы он на помпе шел Нормально Все, как вот видно Ремень сел на место Он одевается без натяжителя Но если вот так ослабнет Натянуть его будет нечем Будет свистеть Устанавливаем подушку Добавляем Сверху Натя 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 И затягиваем ее Головка тоже на 15 Все, подушку затянул Теперь мы Устанавливаем Катушки Удеваем разъем Зачелкиваем Проводку Эту проводку мы Кидаем сюда Эту мы тоже Защелкиваем здесь Закрываем крышку Можно Вот так вот И задвинуть Это для снятия Так она просто Защелкивается Но опять же Она Резонирует Ее можно так же Посадить на скотч Тоненькие полоски Обезжирить И она не будет резонировать Одеваем разъем И фиксатор И фиксатор Задвигаем Также здесь Одеваем разъем И задвигаем фиксатор Проводка здесь Уложена была Этот высох И разводился Гофра Надо взять новую гофру И уложить ее нормально Одеваем вот эти клипсы И внизу Подключаем кондиционер Вот я сейчас Машину подниму Будет удобнее сделать снизу Одеваем Корпус воздушного фильтра Снимаем нашу перчатку Которая нам помогла И одеваем корпус И затягиваем хомут Хомут, который у нас Зажимает воздуховод На дроссельной заслонке Хомут затянул Здесь все собрал Попробуем завести А потом уже поднимем Соберем снизу Одеваем минусовую клемму Стоит Брах Брах Казати Не знаю, может быть, мои ощущения, но мне кажется, двигатель стал мягче работать. К сожалению, я не показал, как он работал до замены. Я не думал, что такая разница будет. Он гораздо мягче стал работать. Сейчас прогреется. Попробую погазовать, потому что у него когда газуешь, было такое, как я и говорю, резонанс, как будто коллектор шел. Греем? Вот сейчас двигатель прогрелся. Машина работает. Сейчас погазую, посмотрю, будет у него этот гудеж, не будет. Продолжение следует... Нет, все. Гудеж ушел. И самое что интересное, по-моему, приемность на педали лучше стала. Когда был гудеж, как бы провал, позднее зажигание. В любом случае, надо сейчас съезжать и проверять на дороге. Но ошибка не высвечивается. Клемма аккумулятора скинула, она, видать, скинулась. Но все равно надо будет компьютер подцепить, проверить и очистить. Сейчас поднимаем, ставим защиту. Ставим локер наш, подкрылок. И устанавливаем колесо. Подкрылок я установил. Колесо установил. Защиту поставил. И пыльничек вот этот, который у нас закрывает маховик, где фиксировали, чтобы его открутить и чтобы закрутить, я тоже установил. Ну все, скатил автомобиль с подъемника. Сейчас еще заведу его немножко. Пробег на автомобиле 113 тысяч. Вот еще до нормы он не нагрелся. Но прием, естественно, на педаль появилось. Был провал. Здесь провала нету. Даже если сейчас упадут обороты, Сразу подхват. Сразу подхват. Но и обороты устойчивее стали. Ладно, это уже домыслы. Надо садиться проверять автомобиль, как он себя будет вести. На этом замену мы закончили. Всего вам доброго. Продолжение следует. Продолжение следует. Поехали. Продолжение следует.